Мария Иванова на пенсии уже 18 лет, но до сих пор отчетливо помнит свою первую поездку на трамвае. В далеком 1955 году она, окончив ускоренные курсы, по подготовке водителей трамваев вышла на маршрут номер один. Признается, поначалу было страшновато. Народу полно. Вход был двухдверный. Вход только в заднюю дверь, выход в первую дверь. А когда еще не сработает воздушка, откажет вручную. Вручную приходилось и дверь открывать. Выходили, тогда же не было микрофона. За свою многолетнюю службу Мария Ивановна успела поработать не только водителем, но и наставником для молодых специалистов и ревизором по безопасности. Сегодня ее вместе с коллегами по цеху вновь пригласили на предприятие. Показать достижения за последние годы, а самое главное – сказать спасибо за многолетний труд. В этом году Ульяновск Электротранс празднует 65-летие открытия трамвайного движения в Ульяновске. Очень всегда приятно вас видеть здесь, на родном вашем предприятии. Все ваши трудовые деятельности, многие здесь сидят, началась именно с северного трамвального депо. Вы знаете о том, что, не мне вам говорить про историю, что первый трамвай 4 января 1954 года вышел из ворот, естественно, с северного трамвального депо. По воспоминаниям ветеранов предприятия, первые вагоны были с ручным управлением, деревянными полами и всего лишь одной батареей. Первые трамваи были очень холодные. Сбоку была маленькая батареечка только, ручное управление. Это я включала, это и тормозила. А когда я на остановке останавливалась, я крутила вот такой вот барабан, чтобы он стоял. Потому что он мог, он уже работал на воздухе, если воздух кончался. А когда резко надо было тормозить, на все раз сразу и опять это крутить барабан. Спустя 65 лет экологически чистый вид транспорта успел полюбиться ульяновцам. 12 трамвайных маршрутов, 129 километров общей протяженности эксплуатационного пути трамвая и 1300 сотрудников. Для комфорта горожан на предприятии круглосуточно работают слесари по ремонту подвижного состава, электромонтеры контактной сети, путейки, диспетчеры и кассиры. Изменились и сами вагоны. Большинство трамваев оснащено автоинформаторами и видеомониторами. А подвижной состав продолжает обновляться. Анна Тищенко, Новости Ульянской правды.